Террористов выбили, а мины остались. В Пальмире войска Сирии ищут взрывчатку по всему городу. Зачем боевики ИГИЛ заминировали территорию? Лихорадка Эбола больше не представляет угрозу для мира. Несмотря на периодические вспышки вируса, специалисты говорят, что все под контролем. Лунная дорожка. Когда будет возможно разместить базу на спутнике Земли и какие страны разрабатывают программы по межпланетному переселению? А сейчас об этих и других событиях расскажу более подробно. Военные сирийской армии очищают территорию Пальмиры от мин и снарядов, оставленных боевиками Исламского государства. Напомню, террористов выбили из древнего города в минувшие воскресенье правительственные войска при поддержке российской авиации. Террористическая организация ИГИЛ заминировала всю территорию, чтобы взорвать все мины, когда сдаст город, и уничтожить его вместе со всеми жителями и солдатами. Пальмира находилась под контролем Исламского государства с мая прошлого года. За это время боевики разрушили множество бесценных исторических памятников. Кроме того, они позволили нелегальным археологам искать артефакты, чтобы впоследствии продавать их на чёрном рынке. Террористы также казнили хранителя Пальмиры, известного сирийского археолога Халида Асада, которому было 82 года. Потеря контроля над Пальмирой – одна из самых больших неудач для исламского государства. Сирийская армия теперь намерена вытеснить террористов из Дары Зауры Иракки, которая считается оплотом ИГИЛ. Пальмира послужит опорным пунктом для военных операций войск Башара Асада. Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. В конфликт вступили сторонники президента Асада, военные формирования сирийской оппозиции, курдские отряды народной самообороны и исламские террористические группировки, в том числе ИГИЛ. По данным ООН, за пять лет война унесла жизни более 250 тысяч человек. Более пяти миллионов сирийцев бежали из страны, а четырех с половиной до семи миллионов, спасаясь от насилия, перемещаются внутри Сирии. Вирус Эбола больше не является угрозой мирового масштаба. Всемирная организация здравоохранения отменила режим чрезвычайной ситуации, введенной из-за лихорадки в августе 2014 года. «Я объявляю, что вспышка Эболы в Западной Африке больше не является угрозой мирового масштаба. Тем не менее, необходимо продолжать сохранять высокую бдительность и готовность быстро реагировать, чтобы страны были в состоянии предотвращать заражение Эболой, быстро выявлять вспышки в будущем и своевременно реагировать на них». Глава ВОЗ сделала своё заявление в Женеве после встречи с независимыми экспертами. «Она также призвала все страны снять любые ограничения, введённые из-за Эболы, в отношении Либерии, Гвинеи и Сьерра-Леоны». «Комитет по чрезвычайному реагированию рекомендовал странам немедленно снять все запреты на поездки и торговлю, и я принимаю его рекомендации». К настоящему времени все изначальные цепочки передачи вируса были сведены на нет. Однако наблюдается повторное появление вируса. В частности, в Гвинеи. Там Эболу снова выявили у восьми человек, при этом семеро из них скончались. Из-за этого неделю назад Либерия закрыла свою границу с Гвинеей. Однако в ВОЗ говорят, что эта вспышка не является угрозой мирового масштаба и вполне контролируема. «То, что происходит сейчас в Гвинеи, это новая группа, небольшая вспышка, связанная с повторным появлением болезни у переболевших. Так что это другой случай, и это текущие риски, которые нужно взять под контроль, в то время как вспышку полностью сводят на нет». Эпидемия Эболы началась в конце 2013 года и унесла жизни около 11 300 человек. Она стала крупнейшей с тех пор, как вирус был впервые обнаружен в 70-х годах прошлого века. Сюжет научно-фантастического фильма, в котором жители Земли поселились на Луне, скоро станет реальностью. Глава Европейского космического агентства хочет притворить эту амбициозную идею в жизнь. Он называет это «Лунная деревня». Говорит, в обозримом будущем люди будут жить и работать на спутнике Земли. При этом среди первых переселенцев будут представители многих стран. «В «Лунной деревне» мы хотели бы объединить возможности разных космических держав. Там будут находиться роботы или люди. Там будут заниматься наукой, коммерческой деятельностью, даже туризмом или добычей полезных ископаемых. Но все будет в одном месте. Вот такова идея». «Впервые нога человека ступила на Луну в 1969 году. Это было почти 50 лет назад. Вернер говорит, что для строительства будущей базы стройматериалы Земли привозить не будут. Вместо этого используют ресурсы Луны, а также аппараты с 3D-принтерами. Основой базы будет купол. Затем его покроют каркасом. Он должен будет защищать астронавтов от солнечной и космической радиации, микрометеоритов и экстремальных температур». «Сегодня американцы говорят о полёте на Марс. Я полностью это поддерживаю. Но это случится не так скоро. Американцы также заинтересованы в Луне. Но её осваивать будут не только американцы. Это будут русские, китайцы, индийцы, японцы и даже не очень крупные космические страны. Надеюсь, это будет международное освоение Луны». В планах ЕК – установить на тёмной стороне спутника радиотелескоп. Таким образом он будет защищён от помех земных радиоволн. Как ожидается, необходимые условия для создания базы появятся только через два десятка лет. «Не думаю, что на лунной деревне всё закончится. Это будет очередной шаг. Промежуточная остановка на пути исследования Вселенной». Недавно Европейское космическое агентство совместно с Роскосмосом запустило летательный аппарат к Марсу. Он доставит туда орбитальный спутник и исследовательскую станцию, которая спустится на поверхность планеты. Главная задача миссии – найти следы жизни на Красной планете. Как ожидается, до Марса ракета долетит в октябре этого года. Это мировые новости на канале ОТС. А теперь о том, что вас ждёт далее в программе. В Париже проводят конкурс, победители которого смогут провести ночь в аквариуме кишащим акулами. Сколько желающих зарядиться адреналином и каковы условия конкурса. В Таиланде фермеры снимают стресс гонками на плугах. Какой маршрут нужно преодолеть участникам и какая награда ждёт финалистов, узнаете через несколько минут. Экстремальный сон. Погрузиться в подводный мир кишащей акулами предлагают в Парижском аквариуме. Здесь соорудили номер со всеми удобствами. Через его стеклянные стены можно наблюдать за жизнью морских обитателей. Впрочем, такое удовольствие доступно не всем. Вскоре определится группа счастливчиков, которые смогут провести здесь одну ночь 11, 12 или 13 апреля. Победителя будут определять в ходе конкурса, организованного аквариумом совместно с веб-сайтом по поиску частного жилья. Участники должны зарегистрироваться, написать немного о себе, а также о том, почему уникальную возможность стоит предоставить именно им. «Идея в том, чтобы рассказать, как живут акулы, описать, как они себя ведут. Победителям проведут экскурсию. Они смогут покормить детёнышей акул, а потом здесь переночевать». Подводную спальню с обзором в 360 градусов строили два месяца. В ней могут поместиться два гостя, общий вес которых не превышает 190 килограммов. Акция будет непродолжительной. После этого структуру переоборудуют в исследовательский центр для учёных и биологов. «Мы можем отправить в аквариум дайверов. Но сколько они там пробудут? Несколько минут, несколько часов. Из этой структуры посередине наши специалисты смогут наблюдать за обитателями аквариума. Здесь на постоянной основе проживает 35 акул». Принимать в аквариуме победителей и проводить им экскурсии будет известный фридайвер, фотограф и обладатель мирового рекорда Фред Байле. Он считает, что проект может развеять много мифов в отношении морских хищниц. «Акулы – это животные, которых явно оклеветали. В 70-х появился фильм «Челюсти», и он сильно подмочил репутацию акул. Сегодня все думают, что они едят дайверов, корабли и даже вертолёты. «Я плавал вместе с акулами с 13-14 лет, и у меня никогда не было проблем». Байле также говорит, что акулы играют важнейшую роль в морской экосистеме. Он будет помогать отбирать победителей и обещает искать тех, кто проявляет искренний интерес к акулам и исследованию подводного мира. Необычный отдых тайских фермеров. В провинции Патхумтхани, в 40 километрах от Бангкока, проходят ежегодные гонки на автоматических плугах. Какие препятствия нужно преодолеть гонщикам? «Это мероприятие помогает фермерам расслабиться. В перерывах между сезонами им нечем заняться. И некоторые впадают в депрессию. Вот так мы её прогоняем». Нужно преодолеть на перегонке 300-метровый участок поля. Ну а проливной дождь не только не помеха, но и добавляет острых ощущений. В гонках в общей сложности участвует около 40 человек. «Большинство участников здесь фермеры. Закончив работу, они вот так веселятся». Есть и материальный стимул. Победитель получает трофей и денежный приз в размере 2000 батов. Это почти 60 долларов США. За второе и третье место дают 40 и 30 долларов соответственно. Для некоторых тайцев это немалые деньги. На этом пока всё. С вами был Алексей Кузьмин. Смотрите мировые новости на канале ОТС и будьте в курсе интересных событий.